Уважаемые коллеги, добрый день. Добрый день. Выборная кампания завершена. Я хотел с вами встретиться. Надеюсь, что мы сегодня поговорим с вами о том, как шла кампания, и главное о том, что нужно сделать для того, чтобы все позитивные моменты, а их было очень много в ходе избирательной кампании, были учтены в будущей практической работе, исполнительной и законодательной ветвей власти. Конечно, предвыборная кампания – это всегда период особый, всегда это связано с особыми эмоциями, и часто они перехлёстывают, конечно. Но так бывает практически везде, мы здесь не исключение никакое. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны. Я встречался сегодня с руководителями Центрального штаба, с сопредседателями своего штаба, отметил, и сейчас хочу повторить ещё раз. Основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решении внутренних проблем страны. Это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования науки, инфраструктуры. И на этой базе обеспечение роста, благосостояния наших людей. Это конечная цель любой власти, и в России ничего здесь оригинального нет. Тем более, что и вы, кстати говоря, практически все это отмечали в ходе своих избирательных кампаний. Тем более, что у нас эта проблема есть, проблема ножниц между теми, кто получает очень много, большие доходы, и теми, кто живёт, мягко говоря, очень скромно. Вот эти ножницы государство должно будет убирать. Также, как и я об этом тоже многократно говорил, сокращать количество людей, живущих фактически за чертой бедности. Особенно это касается тех, кто имеет работу. Не должно быть ситуации в России, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень заработной платы. Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу же хочу вам сказать, никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений. Мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными. Будем настраиваться сами и всех настраивать наших партнёров на диалог, безусловно, конструктивный. Разумеется, не от нас всё зависит. Это нужно, чтобы так же, как в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается. Но мы, со своей стороны, будем делать всё для того, чтобы все спорные ситуации с нашими партнёрами были урегулированы политико-дипломатическими средствами. При этом, конечно, само собой разумеется, мы всегда из этого исходили. И будем исходить, будем бороться за обеспечение своих национальных интересов. Будем исходить из того, что мы будем делать всю эту работу с нашими партнёрами на взаимоприемлемой основе, отнестся с уважением друг к другу и к нашим национальным интересам. Что касается оборонных расходов, у нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем. Это не приведёт к каким-то проблемам в области обеспечения оборонных способностей, потому что основные расходы были сделаны для создания новейшей системы вооружения в предыдущие годы. Нам нужно некоторые вещи довести до логического завершения, продолжить имеющиеся разработки, о которых я ещё не говорил. Всё посчитано нам, этих денег, которые мы будем выделять на эти цели, достаточно, никакого увеличения здесь не будет, никакой гонки вооружения мы не допустим. У нас всё есть, мы надежно в этом смысле обеспечены, но будем ритмично по плану реализовать все наши замыслы. Вот на что хотел бы обратить внимание в завершении своего монолога. Я вчера это говорил на митинге, если вы заметили, если было время посмотреть, считаю, что для всех, для нас очень важно объединять усилия в всех политических партиях, общественных организациях, общественности в самом широком смысле этого слова, объединять наши усилия для реализации позитивной повестки дня, для решения задач, перед которыми стоит наша страна и над преодолением тех вызовов, с которыми Россия сталкивается. Это могут быть и непростые решения, это могут быть решения, требующие дополнительного объяснения. Я очень бы хотел, чтобы мы при этом руководствовались всегда соображениями, долгосрочными интересами России и российского народа. И на второй план всегда бы отодвигали групповые или партийные предпочтения. Я понимаю, что это непросто. Всегда возникает соблазн воспользоваться тем или другим решением власти, если оно требует дополнительного объяснения перед людьми. Но призываю вас к такому открытому, честному диалогу, нацеленному на долгосрочные национальные интересы. Вот это то, что мне хотелось бы сказать вначале. Давайте обменяемся мнениями о том, что нужно будет делать совместно для решения задач, стоящих перед страной. Пожалуйста, Петрович. Владимир Владимирович, можно я начну? Одна из важных целей моей компании была...